Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим затронуть довольно сложную тему существования рынка ценных бумаг, вторичного рынка ценных бумаг. Так получилось, что в Казахстане он не очень развит, впрочем, как и в других странах Центральной Азии и где-то даже России. Сегодня на эту тему поговорить мы пригласили нашего компетентного эксперта Ляйлю Кадырову, которая 15 лет проработала в Национальном банке Республики Казахстан. Здравствуйте! Для того, чтобы поговорить о вторичном рынке ценных бумаг, хотелось бы просто затронуть, для чего нужен рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг – это, можно сказать, кладезь для бизнеса, то есть для развития бизнеса. Очень интересно. Вообще, за рубежом, конечно, он очень развит, потому что, в первую очередь, для развития бизнеса, да, это длинные деньги, еще говорят, выгодно для бизнеса, нежели кредитные деньги, да, поэтому выпуск ценных бумаг, то бишь будет это и облигация, и акция – это всегда выгодно для бизнеса, потому что оговариваются сроки, договариваются с инвесторами. Это очень интересный рынок и необходимый рынок для развития бизнеса, потому что мы все понимаем, за счет чего идет вообще экономический рост, да, повышение ВВП, то есть все это за счет бизнеса малого, среднего бизнеса, то есть и пополнение госбюджета тоже идет бизнеса, ведь мы же все понимаем, что госорганы, они не являются регуляторами движения в экономике страны, да, экономику страны все-таки поднимает бизнес. И поэтому рынок ценных бумаг – это очень интересный рынок, где как раз-таки можно найти, можно дополнительные деньги для развития, очень динамичный, очень гибкий рынок, да, нежели рынок банковских кредитных займов. А что, извините, входит в понятие ценные бумаги? Ценные бумаги – это долговые, есть ценные бумаги, то есть это облигации, есть долевые ценные бумаги, это простые акции, привилегированные, которые, где инвестор покупает долю в бизнесе, да, он может влиять на этот бизнес, развивать, то есть участвовать в этом бизнесе, это долевая ценные бумага, простые, привилегированные акции. Долговая – это ценные, это облигации в основном. Рынок вообще существует, ценных бумаг, он организованный, делится на неорганизованные и организованные. Чем они отличаются? Даже по названию, то есть все это определено, конечно, у нас в Казахстане, законом о рынке ценных бумаг, самый основной закон. Организованный рынок – это всегда, то есть есть требования, соблюдаются, соблюдаются какие-то правила, это в основном организованный рынок – это биржа. У нас в Казахстане, у нас это единственная казахстанская фондовая биржа, это и есть организованный рынок. Неорганизованный рынок, как определено в законе, то есть без соблюдений требований, установленных биржей, другими словами. То есть эти понятия существуют в законе. Есть еще понятия такие, как первичный и вторичный рынок, то есть первичное размещение или, можно другими словами назвать, продажа акций в первые или ценных бумаг в первый раз. Это то самое IPO, о которых часто говорят в средствах. Да, да, совершенно верно, да. То есть это впервые продается, новый пакет акций впервые продается для широкого круга инвесторов. Это первичное размещение, когда эмитент продает, то есть эмитент – та организация или та компания, которая выпустила акции. Однозначно, просто так выпустить акции у нас невозможно, то есть это все регистрируется в уполномоченном госоргане. Получается проспект акции, рассчитывается, какое количество акций может выпустить данная компания. То есть это в этой части регулируется уполномоченным органом. То есть любой человек, если он захочет разместить свои первичные акции на бирже, КАСЕР, МФЦА, он должен подать заявление в соответствующие органы, правильно? И каковы его действия в данном случае? Ну смотрите. Кто решила какую-нибудь сделать свои акции? В данном случае само товарищ с ограниченной ответственностью в данном случае может выпустить только облигации, долговые ценные бумаги. А акционерное общество, да, от названия акции, оно может выпустить свои акции. Причем акционерное общество, как только оно зарегистрировалось как акционерное общество, законом предусмотрено, что в течение одного месяца компания должна зарегистрировать свои акции, получить разрешение, да, и выпустить уже в продажу. Понимаете, то есть есть требования. Если акционерное общество не выпустило сразу в течение месяца, то там уже существует другой порядок. Да. Тогда давайте разделим с вами, что такое первичный и вторичный рынок. Ну вот, первичный рынок, это когда эмитент компания впервые продает, да, свои акции. Причем первичное размещение может быть как на организованном рынке ценных бумаг, то есть на казахстанской фондовой бирже, так и на неорганизованном рынке путем подписок, да, то есть объявление объявляется, что продаются акции, это объявляется на всевозможных, например, на своем сайте, на депозитарии финансовой отчетности, делается объявление там в газетах и там, ну, у всех по-разному, как по уставу положено. Это уже неорганизованный рынок путем подписок. Вот. И первично на первичном рынке там нету никаких ограничений, любой как физлицо, так и юрлицо может выкупить, купить акции. Вторичный рынок, это уже рынок, где эти купленные акции ранее, они начинают обращение, то есть обращаются, по-другими словами, это покупаются, продаются, это и есть вторичный рынок. Вот. Вообще я считаю, что неорганизованный рынок, он сам по себе динамичный, легко в нем, да, то есть вторичный рынок, чем он обусловлен, вторичный неорганизованный, что чем проще вообще акции купить, продать, тем выше ликвидность, то есть выше возможность стать инвестором, то есть это очень интересно для инвесторов. Чем проще покупать и продавать акции? То есть если я, например, не имею возможность покупать через брокеров на бирже, но узнал, что кто-то продает свои акции, я могу, соответственно, к нему прийти и купить у него акции по той цене, которую он определил, да, человек, который ранее приобрел на первичном рынке. Да, сейчас я по аналогии, ну, нашим казахстанцам, конечно, достаточно тяжело понять вообще, как работает рынок, ну, по аналогии по недвижимости сейчас попробую объяснить, как это все работает. Но в любом случае, в любом случае, всегда регистрация, покупка, продажа, она идет через брокера, как бы то ни было, то есть на организованном рынке, неорганизованном рынке, в любом случае идет через брокера. То есть это все регистрируется, находятся два, то есть два инвестора нашли друг друга, у каждого должен быть брокерский счет, каждый инвестор подает приказы к брокеру на зачисление, другой на списание, все это далее регистрируется в центральном депозитарии ценных бумаг. То есть ведется запись, что вот конечный покупатель ценных бумаг, вот, например, там, Иванов, да, это как с рынком недвижимости, вы решили продать квартиру, оформляете договор купли-продажи, потом этот договор вы должны его зарегистрировать, ну, в БТИ, да, или там в ЦОНИ, что вы теперь собственник. Тут то же самое. Вот, поэтому, если сказать, как работает вторичный рынок, по аналогии, например, застройщик построил дом. Ну, жилой комплекс. Жилой комплекс построил. И он продает, как построил, продает это покупателям, да, это, как бы, можно сказать, первичное размещение, первый раз продает. Покупатель собственной квартиры купил, прожил 2-3 года, потом решил и продать квартиру. Ну, например, скажем, условно, он купил за 20 миллионов, там, двухкомнатную квартиру, решил через 2-3 года ее продать. Ну, однозначно понятно, что цену, откуда он будет брать цену на эту квартиру, да, то есть, однозначно, мы никогда не продаем квартиру, практически никогда, за ту цену, за которую мы купили у застройщика, правильно? То есть, мы смотрим на рынок. В данном случае, например, в рынке недвижимости, там, крыша, ОЛИКС и тому подобное, смотрим на рынок, да, он смотрит на рынок и думает, да, моя квартира примерно я оцениваю за 23 миллиона и продает за 23 миллиона. Другому покупателю, да, эти 3 миллиона, они же не идут застройщику, они идут в карман тому продавцу, да, кто продал квартиру, то есть, ему идут. Вот это его выгода. Это, конечно, еще и налогом облагается налогом, если в течение, там, одного года он продал, да, как прибыль с прибыли. Поэтому это вот после купил, например, покупатель за 23 миллиона, решил продать ее, через 2-3 года прожил, решил продать. Он смотрит на рынок, рынок хорошо растет, продам-ка ее за 25 миллионов. И вот эта вот разница, она же опять не идет застройщику, она идет именно в карман продавцу, вот эту вот разницу. При этом, как правило, покупатели, они не задумываются, за сколько он вообще купил застройщика, да, почему... Какая обычная цена. Да, как правило, мы не задумываемся об этом, да, и почему разницу я должен платить, да. То есть он говорит о том, что да, рынок установился вот так, и поэтому я и плачу эту разницу продавцу. То есть сам по себе рынок, это уже говорит о том, что цена, цена всегда формируется за счет спроса и предложения. Правильно же? То есть это вот при этом при всем, при этом при всем, мы знаем, что был, например, бум роста цен на недвижимость 2007 год, да, потом этот, причем по всему миру, потом этот мыльный пузырь лопнул, и все мы потеряли в цене, например, на свою квартиру, да. То есть он может идти как вверх на повышение, так и вниз, да, на уменьшение стоимости. То есть если он купил квартиру за 25 миллионов, рынок показал, что сейчас нету спроса, он куда денется, если ему нужно продавать, он продал ее за 24 миллиона, да. Абсолютно логично, да. Да, поэтому этот рынок ему показал вот именно вот так. То есть и на рынке ценных бумаг идет точно такая же аналогия. То есть при этом при всем на этот рынок может влиять очень сильно эта информация, это СМИ, в основном негативная информация, да, на этот рынок может очень сильно влиять. Ну логично, да, если я напишу, что квартиры в ближайшее время упадут в цене, то и у моего издания довольно-таки серьезное, то, соответственно, рынок начнет падать и цены на квартиры будут снижаться. То есть если они раньше были, скажем, те же 25, то они могут снизиться и до 20. Ну даже если, даже может быть... Ну, наверное, с акциями еще сложнее, да? Да, не сложно, но аналогично, аналогично. Ну вот представьте, к примеру, скажем, у одного застройщика нашли там какие-то изменения, там он использовал не тот цемент, да. Однозначно теперь его, построенные им квартиры будут немножко дешевле стоить, да, или упадут в цене, к примеру. Могут вообще рухнуть. Да, могут и вообще рухнуть, то есть завтра их никто не будет покупать. Поэтому любая такая информация, она будет влиять на этот рынок. Но, к сожалению, жестко регулировать этот рынок никак не получится. Как и рынок недвижимости, рынок автомобилей, да, и рынок ценных бумаг жестко регулировать никак не получится. Но, тем не менее, у нас все-таки, насколько я знаю, пытаются контролировать довольно жестко рынок ценных бумаг, особенно вторичный. Да, ну, хотелось бы отметить, вот за 30 лет существования Казахстана рынок ценных бумаг, ну, лично, по моему мнению, он не так сильно у нас развит, потому что больше мы все-таки еще постсоветское пространство привыкли к тому-то, к чему-то очень постоянному, да. То есть вот депозит положили, итог депозиту мы привыкали порядка 10 лет, да, что вообще существует депозит. Мы привыкли к этому, чтобы было постоянно никаких всплесков и тому подобное. Поэтому рынок ценных бумаг у нас не настолько сильно развит, как за рубежом. Конечно, хотелось бы большего, и поэтому и государство шло именно к этому. Государство запустило народное IPO. Для чего? Для того, чтобы в первую очередь казахстанцы понимали, что такое ценные бумаги, получали дивиденды и свои же деньги вкладывали не только в депозиты, а именно в бизнес, да. То есть тот же Кастрансойл, Казахтелеком, Кегок. То есть это рабочий бизнес, то есть чтобы вкладывали именно в бизнес. Но, насколько мы понимаем, даже народное IPO у нас немножко проходит с трудом, потому что, к сожалению, финансовая грамотность именно в части ценных бумаг у нас немного хромает. Ляля, вы недавно стали генеральным директором АО «Эль Капитал». В социальных сетях я видел довольно-таки широкие дискуссии по поводу этой компании. И в том числе говорилось и о проблемах, с которыми столкнулись вы. Вот хотелось бы понять, что там произошло, учитывая, что ваши акции вроде как вращались на вторичном рынке, неорганизованном вторичном рынке, правильно? Да, совершенно верно. Я хочу сказать о том, что на самом деле лично я не знаю на рынке другой более крупной компании, которая бы на вторичном рынке могла привлечь такое большое количество инвесторов. Да, можно АО «Эль Капитал» назвать народной компанией, потому что более 4200 акционеров, которые в свое время купили простые акции, вложили свои деньги в развитие бизнеса. На вторичном рынке, чем хорош вторичный рынок? Тем, что достаточно просто можно было купить, продать эти акции. Да, эти акции, акции АО «Эль Капитал» были зарегистрированы, то есть получили разрешение, выпустили проспект, зарегистрировали проспект ЭМИСИ с 2014 года, то есть до начала пандемии, то есть до 2020 года на протяжении 6 лет данные акции продавались, покупались на вторичном рынке. Так как законом вообще утверждено, что ценные бумаги могут продаваться на вторичном рынке, а первичный рынок при первичном размещении, акционерное общество по закону, это статья 24 закона о рынке ценных бумаг, говорит о том, что акционерное общество обязано предоставлять отчет о размещении своих акций, то есть продаже своих акций в уполномоченный орган. В этом отчете обязательно указывается, кому, когда, по какой цене, и было ли оплачены данные акции, вообще за данные акции была ли оплата. То есть вот такой отчет при каждом размещении нового, при каждой продаже нового пула, там, скажем, да, акции всегда этот отчет предоставлялся в уполномоченный орган, да. При этом далее почему-то уполномоченным органам не задавался вопрос, а как же дальше они вообще размещаются, продаются, да. Это как бы... Это та история, о которой мы с вами вот только-только говорили, как с недвижимостью. Да. Близительно так же. Да, да. То есть существование вторичного рынка, оно логично, правильно? То есть без вторичного рынка, то есть если где, если нет места, где оно обращается, если нет места, где его можно спокойно купить, продать, оно будет неинтересно инвестору. Поэтому для этого, так как акционерное общество, оно как эмитент, оно размещает и дальше работает с этими деньгами в бизнесе, то последующее как бы его размещение, перепродажа, это занимались партнеры, агенты, которые в свою очередь обученные, финансовые консультанты, финансовые агенты. А брокерские конторы? Естественно, брокерская компания есть, которая обслуживала инвесторов. То есть вот эти вот партнеры далее перепродавали, покупали, то есть уже работали с ценными бумагами. Кроме того, данные партнеры продавали акции, облигации не только эмитента, а ойл капитал, да, и продавали и страховые продукты, и паевые инвестиционные фонды, то есть пифы продавали, и облигации других компаний. То есть это следующее обращение, то есть покупка-продажа, она уже шла нашими партнерами. Это и есть вторичный рынок. И наши партнеры сами устанавливали за счет спроса и предложения цену этой акции. Она однозначно, так как была интересна, инвесторам было интересно, она росла где-то в каких-то месяцах, она стояла на одной цене. Поэтому вот это и был вторичный рынок. И могу сказать о том, что именно благодаря вторичному рынку, благодаря тому, что вот эти акции можно было спокойно, быстро купить, продать. То есть в данном случае инвестор имел два дохода. То есть первый от перепродажи, да, как, например, разницу. И второй доход – это уже по истечению отчетного периода. Акционерное общество, это же публичная компания, она ежегодно проходит аудит. По результатам аудита уже устанавливается, какая есть прибыль. И эта прибыль уже делится между акционерами в виде дивидендов. Это уже второй путь получения дохода по простым привилегированным акциям. Да, а на какие цели обычно направлялись средства, которые получались от продажа акции? Направление бизнеса у АО «Л-Капитал» было очень большим, очень широким, потому что все-таки хотелось диверсифицировать риски, то есть снизить риски и направить его в разные проекты. Причем проекты бывают как краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные проекты. В разных направлениях, там же и птицефабрика, и строился с нуля завод по производству соли, в свое время покупалась как спецтехника для прокладки дорог, какие-то консультационные услуги предоставляла, вкладывала в обучающую часть, например, HR, целая программа была. То есть в различные направления, причем в каждый год у компании были различные проекты. Различные проекты. «Л-Капитал» была единственной компанией, которая продавала на вторичном рынке свои акции? Ну, я вот повторюсь, да, на самом деле… То есть другого опыта нет? Другого опыта нет. Может быть, и здесь вот из-за этого возникли проблемы? В чем основные проблемы нашего вторичного рынка? Однозначно, однозначно непонимание, непонимание работы этого рынка. То есть, смотрите, когда покупаются акции, например, инвестор купил на 500 тысяч тенге акции на вторичном рынке, это не значит, что его 500 тысяч должны идти на развитие бизнеса, понимаете? Это абсолютно не значит. На первичном рынке, когда, например, тот же партнер ТО купила, она уже один раз заплатила за эти акции, а уже на вторичном рынке это уже идет обращение, но в то же время нужно учитывать, что покупая акции и его деньги не идут на бизнес, все равно, купив акции, он является участником этого бизнеса, понимаете? То есть, на то количество акций, на которые он купил, он может управлять... То есть, если он не есть на 500 тысяч, он на 500 тысяч, они и работают, условно говоря, да? А он купил, скажем, за 560 тысяч. 60 тысяч шло продавцу. Нет, 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 вот как раз таки в этом-то и заблуждение, что, еще раз повторюсь, вот смотрите, квартиру, вот давайте, если по аналогии по квартире, да, то есть он у застройщика, покупатель покупает у застройщика за 20 миллионов, потом продает его за 23 миллиона, потом он перепродает дальше за 25 миллионов, но вот эти вот 25 миллионов, помните, я говорила, они не идут застройщику, потому что застройщик уже получил. Он все равно эти 20 миллионов свои получил. Да, застройщик получил в данном случае, но вот эта вот разница, она будет крутиться на рынке, понимаете? Она будет крутиться на рынке, но в то же время это не является же, если он купил квартиру за 25, он является собственником этой квартиры. Понимаете, здесь то же самое. Это не значит, что на вторичном рынке, купив акции, что ваши деньги все пошли на развитие бизнеса. Это абсолютно не значит. Но в то же время это значит, что вы являетесь акционером, и вы вложились в бизнес. Лилия, а в таком случае, как тогда происходит торговля акциями на таких биржах, как NASDAQ, там, Мосбиржа, или, скажем, Сингапуре, там тоже существует первичный, вторичный рынок, или это уже организованный, речь идет об организованном рынке? А неорганизованный рынок, как тогда он существует на примере других стран? Вам что-нибудь известно по этому поводу? Ну, лидером, конечно, однозначно лидером в обращении вообще по развитию фондового рынка, рынка ценных бумаг является Америка, Соединенные Штаты Америки. Поэтому там вообще биржа еще возникла в XVIII веке, поэтому имеет очень большую историю. Как раз-таки, ну, откуда как ни у них брать опыт, правильно? Надо брать опыт у лучших. Соответственно, развитие фондового рынка, рынка ценных бумаг в Америке очень сильно развит, однозначно есть организованный, неорганизованный рынок, да, то есть организованный рынок – это там Нью-Йоркская фондовая биржа, да, там Американская фондовая биржа. Неорганизованный рынок – это как раз-таки Насдак. Да, то есть это уже такая площадка, уже она отработанная, ну, да, однозначно похожа на фондовую биржу, но немножко по-другому это все функционирует, нежели на американской или там Нью-Йоркской фондовой бирже. При этом при всем, насколько мне из-за скрытых источников известно, что 80% всех сделок в Америке проходит на неорганизованном рынке, в данном случае там Насдак, да, 80%. Но там все равно есть хоть какая-то площадка, у нас такой площадки нет, я так понимаю. Да, да, у нас такой площадки нет, и поэтому, ну, похоже на площадку, я считаю, это именно когда партнеры, например, ТО, юрлица, создают эту площадку у себя, там, в офисе, да, где могут прийти, встретиться инвесторы, которые один хочет купить, другой хочет продать. Где им не встречаться, где им заключать договор, как не в офисе компании какой-нибудь, да, вот. Но в Америке это все намного проще, там, это все на базе, на онлайн-базе, там намного это проще, однозначно. И есть такое еще, индекс биржи есть. Что такое индекс? Это значит показатели, насколько биржа развита, насколько биржа интересна, да. То есть это показатели, говорят, например, индекс 100, индекс 500, то есть это говорится о том, что на этой бирже все время крутится 100 компаний, показывают вот этот оборот этой биржи, да. Есть обороты 500, есть обороты, там, 300, то есть компаний, которые крутятся. Но у нас, к сожалению, в Казахстане за 30 лет у нас индекс показывает 7. Индекс 7. Это можно сказать, что на кассе всего постоянно находятся 7 компаний, это так? Нет, не постоянно находятся, там может находиться больше, меньше, но само развитие, саму динамику показывают 7 компаний. Далее, а насколько верна информация, что деятельность компаний, работающих на вторичном рынке, не лицензируется? Статья 28 закона о рынке ценных бумаг, она гласит о том, что обращение, то есть покупка-продажа ценных бумаг на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, то есть совершением заключения договора купли-продажи. Ну, вы сами даже логически подумайте. Вот, к примеру, мы с вами купили акции АОЛ Капитал, скажем, у эмитента на первичном размещении. Вы купили и я купила. Или там вы купили только. Через какое-то время вы захотели эти акции продать. Я вижу, что они пошли в рост, и почему бы нет? Да, почему бы нет? Вы продаете на вторичном рынке, приходите, тот же, например, офис компании, где встречаются инвесторы, и говорите, заявляете о том, что я хочу продать. Я, инвестор, тоже услышала там в соцсетях, там, я не знаю, где угодно, услышала о том, что есть компания, где можно купить. Я прихожу и покупаю у вас ценные бумаги, в данном случае АОЛ Капитал. Нам с вами нужна лицензия? Наверное, нет. Вот, поэтому эта статья 28, она и говорит, мы с вами заключаем договор купли-продажи. О какой лицензируемой деятельности в данном случае может быть идти речь? Так, а почему тогда вообще говорят о лицензиях как таковых? Насколько я понимаю, по отношению к вашей компании, это одно из основных претензий? Да, это претензии, они идут в основном только от инвесторов, акционеров, которые не совсем понимают, хотя самый основной это закон о рынке ценных бумаг, где все написано. Необходимо ли иметь, есть необходимости, но в то же время хотелось бы отметить, иногда, к сожалению, сам регулятор наталкивает инвесторов, акционеров на то, что, ну, как бы должна быть лицензия. Да, в одних из письмах, которых мы видели, где отвечал уполномоченный орган, там говорилось об этом, что ТО не обладает лицензией по продаже ценных бумаг. Но при этом, знаете, хотелось бы отметить статью 29 о рынке ценных бумаг, где статья называется «Преостановление обращения эмиссионных ценных бумаг». То есть, другими словами, уполномоченные органы, у них очень много власти, можно так сказать, регулировать этот рынок. Поэтому есть статья 29, которая говорит именно о приостановлении обращения. То есть, за 6 лет обращения ценных бумаг, АОЛ «Капитал», в данном случае уполномоченный орган не использовал статью 29 закона о рынке ценных бумаг. Далее, а есть ли вообще шанс, что у нас в ближайшее время вторичный рынок ценных бумаг начнет полноценно работать, как, скажем, Германия или Франция? Что для этого надо сделать, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, все-таки в данном случае необходимо понимание наших казахстанцев, вообще для чего нужен рынок ценных бумаг. Опять повторюсь, он нужен для развития бизнеса, в первую очередь. Что такое бизнес? Это пополнение казны налогами, да, это дополнительные рабочие места. Поэтому это же как кругооборот, да, то есть в данном случае сами казахстанцы вкладывают в ценные бумаги, которые в итоге приходят, возвращаются им в виде там пособий, пенсий и тому подобное. Поэтому развитие фондового рынка, оно необходимо. Пусть это будет организованный рынок, пусть это будет организованный рынок, но в любом случае развивать этот рынок необходимо, потому что мы сами понимаем, это ради нас самих же в первую очередь. Спасибо, Ляля, за наш такой интересный разговор. Я надеюсь, что в нынешних условиях, когда онлайн-торговля и вообще онлайн как таковой вошел очень прочно в нашу жизнь, фондовый рынок, вторичный фондовый рынок, первичный фондовый рынок получит новое развитие. Спасибо, до свидания.